Ну что ж, поговорим о братьях наших меньших. Сегодня у нас в гостях, как обычно, по вторникам Николай Леонов, ветеринар, эксперт нашей программы. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Будем готовить питомца к весне. Не просто готовить, как с поваром, да, на кухне мы готовили, а к весне. Это важно. Что же нужно? Давайте для начала, каких питомцев к весне нужно готовить? Собак, кошек? Мы же вот, вот сейчас весна наступила, ни у кого нет настроения, хотя вроде бы скоро все уже зацветет, это сервис пропадет, но все равно возникает такое состояние какого-то раздрая, да. И то же самое с нашими питомцами, потому что это переходное время, время обострения каких-то хронических проблем. И мы весной чаще всего кого видим? Мы видим котов и кошек, которые впали в течку или гон, хоть кошки и полиэстричные животные, но чаще всего они реагируют на увеличение, даже не чаще всего, а доказано, что они реагируют на увеличение светового дня. И у них вырабатывается тестостерон и эстрогены, поэтому, конечно, ваши питомцы будут, если они не кастрированы, не стерилизованы, они будут довольно активно себя вести, мешать вам спать, да и всем соседям. Поэтому одно из таких лучших времен – это посетить ветеринарного врача для плановых хирургических процедур, типа кастрации, стерилизации, если мы говорим о собаках, то самое время уже подумать о обработке от клещей. У нас уже днем есть плюсовые температуры, значит, скоро уже они оттают. И в прошлом году мы регистрировали уже после 8 марта присасывание клещей к собакам, поэтому стоит уже, если не дать таблетку, то уже ее приобрести или приобрести любые препараты против клещей. И не забыть это сделать заранее, потому что все равно наблюдается такое небольшое напряжение на рынке, поэтому стоит купить заранее. Обязательно провести профилактическую деграматизацию, скоро лето мы куда-то будем выезжать, не забыть поставить прививки, если особенно заканчивается срок вакцинации вашего питомца, и вы летом куда-то хотите с ним уехать, путешествовать, то, что без вакцинации ни в самолет, ни на поезд вас не посадят, и не забудьте всегда иметь паспорт ветеринарный, потому что он является официальным документом вашего питомца. Обязательно сходить к грумеру, да, для того, чтобы вычесать эту шерсть. Колтуны зимние, колтуны. Сейчас разлинка начинается, значит, у вас в квартире будет летать шерсть, и она станет приправой ко всем вашим блюдам. Как раз самое время, март-апрель, провести плановый груминг, вычесать, помыть для того, чтобы линька прошла незаметной, и не было волоса и шерсти в вашей квартире. Это очень важно. Кстати, Николай, я хотела у вас все спросить. Да, руки не доходят. Многие стригут еще и котов своих, потому что якобы там летом им жарко, и чтобы им было там получше в квартире находиться. Но я читала информацию на просторах интернета, что это делать нельзя котам. Да, и мы уже об этом говорили, обязательно повторим эту тему чуть позже. Да, шерсть является таким слоем, который изолирует. Это изолятор, чтобы не замерзнуть, ну и чтобы не было жарко. Да, и в жару это хорошо и прохладно кошке, а в холод тепло. Поэтому стричь я здесь не рекомендую. Есть владельцы, которые это делают. Ничего страшного, конечно, не произойдет. Шерсть, конечно, испортится и стричь придется кота постоянно. Но лучше, конечно, этого не делать. Лучше вычесывать. Да, это не очень удобно, можно потратить много времени для этого. Да, час, два, четыре часа иногда уходит. Но опять же, в зависимости от породы, это не так сложно. Раз в месяц это сделать, помыть, хорошо вычесывать, выдуть феном, и все будет в порядке. И, кстати, немаловажный факт. Сейчас снег сошел, а под снегом у нас было много мусора. Поэтому, когда мы гуляем с собаками, обращаем внимание, где они ходят. Потому что сейчас у нас увеличилось количество пациентов с порезами лап. Ну и опять же, все растаяло. И в том числе потекли дороги. Все, что за зиму накопилось от автомобилей, тоже приводит к раздражению собак. Не давайте собакам ходить по грязному снегу. По грязи после прогулки обязательно помойте лапы и не забудьте их высушить. А вот, Николай, по опыту скажите, куда можно отправиться на автомобиль, допустим, личном, с собакой вместе в городе у нас для прогулки активно? Можно за город, можно на наши острова. Нет с этим никаких проблем. Сейчас в городе много выгульных площадок, и их количество увеличивается. Пожалуйста, куда душе угодно туда отправляйтесь. Если около дома выгульная площадка, конечно, на нее, они закрыты, изолированы. Можно также на остров Татушев есть место для собаки. Там можно побегать. Ну и можно съездить за город, там еще есть снег. И это очень прекрасно. Спасибо большое. Все, готовы? Готовы мы к весне, мне кажется? Я думаю, что да, постепенно мы это уже делаем. Мы с котом точно. Ветеринарный врач и эксперт нашей программы Николай Леонов. Следуйте этим советам и вместе с вашими питомцами встречайте весну правильно.